Наш город, один из, скажем, немногих из 44 муниципалитетов края, активно принимает участие в адресной программе по переселению из ветхоаварийного жилья. В прошлом, в 2016 году мы получили 130 квартир, приобрели в этом году 160 квартир, приобрели какая дальше ситуация, как перспектива. В этом году мы рассели 19 многоквартирных домов, всего 455 человек, предоставили 160 квартир на переулке Вишневом, 85-Б, хороший, прекрасный дом, в хорошем месте, зеленая зона рядом, своя котельная, то есть комфортное проживание гражданам 100% обеспечено. На это было израсходовано почти 300 миллионов рублей. Это часть бюджета Краснодарского края, бюджета города Сочи и бюджета Российской Федерации. Больше того, я скажу Магдану Владимировичу, город Сочи один из регионов Краснодарского края на следующий год, на 2018 год, также будет заниматься переселением граждан из аварийных жилых домов, которых мы определили, их 12 штук. Вот, поэтому это порядка, ожидаем переселения порядка 281 человек, это где-то 95 квартир. У нас приближаются новогодние праздники, мы по традиции принимаем участие в работе краевого оперативного штаба, который разворачивается на Красной Поляне. Мы провели проверку всех курортов, которые там расположены, гостиниц. На сегодняшний день я хочу сказать, что каждый курорт имеет резервный источник энергоснабжения в виде дизель-генераторных установок огромной мощности. Сразу хочу сказать, мы проверили их наличие, мы проверили их работоспособность, мы проверили запасы топлива на них, мы проверили операторов, то, что они обучены, имеют соответствующее удостоверение. То есть здесь я считаю, что сбоев по поставке электрической энергии, даже если, не дай бог, произойдет, они перейдут на дизель-генераторные установки. Также каждый курорт имеет большое количество техники, на сегодняшний день порядка 58 единиц техники в общей сложности у каждого из трех курортов, крупных курортов имеется. Также имеются люди, которые работают на этой технике, также имеются места складирования снега, куда его можно будет перемещать, очищая территории и площадки. То, что касается водоснабжения, значит, здесь у нас в круглосуточном режиме будут работать наши группы. Также заключены договоры на вывоз твердотоммунальных отходов с территорий этих курортов. Ну, скажем так, Муглина Владимирович, не первый год мы уже проводим высокий зимний курорт. Надеюсь, что, я уверен, что сбоев не будет. Продолжение следует...